Здравствуйте, дорогие друзья все! Здравствуйте все без исключения и пренепременно! Сегодня хочу попросить сразу же у вас прощения за то, что буду говорить не о розах, не о опоре, а о такой науке, как кинематика. Скажу я о ней кратко, и этому есть причины. Возможно, кто-то уже из вас и знаком с такой наукой, а для тех, кто впервые слышит это слово, я хочу кратко пояснить, что это наука, которая изучает визуализацию звука и вибрации. Она же доказывает, что частота и вибрация являются как бы мастер-ключами и организационной основой для создания всей материи, всей, в том числе и жизни на этой планете. Все есть звук, все есть вибрация, все есть энергия. И когда звуковые волны движутся на физическом носителе, песок, воздух, вода и так далее, частота волн имеет непосредственное отношение к формированию структур, которые создаются звуковыми волнами, когда они проходят через определенную среду, так как, например, человеческое тело, которое состоит на 70% из воды, то есть через нас тоже проходят различные формы этих вибраций. Все есть вибрация, все есть энергия, все есть звук, даже у тишины есть звук. Я включаю в своих роликах мантры. Не просто музыку, не просто какую-то депрессивную мелодию. Это все не просто так. Я ничего не делаю просто так. Потому что я стараюсь быть более осознанной, к чему и всех вас призываю. Простите меня за дерзость, но я желаю только лучшего. Испробовав на себе, и не только на себе, а на своей семье, в том числе и на исцелении моей дочки, здоровья я вам всегда желаю пренепременно. И поэтому вношу сюда еще и мантры. И не важно, как они звучат, громко или тихо, у них есть определенные частоты. Сейчас я приведу вам некоторые частоты, которые измеряются в герцах. И я думаю, что некоторые из вас поймут, почему им неприятен этот звук, эта мелодия. Или наоборот, кому-то очень нравится, кого-то расслабляет, ну и так далее. Например, есть мантры, которые соответствуют измерению в 10 герц. Что такое 10 герц? Это повышение уровня серотонина. В скобочках релаксация и уменьшение боли. Центрирующая, то есть лечебная частота, позволяет нейтрализировать действия других частот. Понимаете, другие, я подразумеваю, как разрушительные. А эти другие нам встречаются в течение всего дня. Это какие-то грубые слова, это может быть какая-то деструктивная музыка более низких частот. И всё это оказывает влияние на наш физический организм, но и не только. Ещё и на нашу душу, если нашим трёхмерным языком выражаться. На наши другие тела, которые мы не видим, о которых многие ещё не знают. Ну или просто не задавались таким вопросом узнать, немножечко развиться. А что же это такое? Так вот, мантры, которые я включаю, они по сути очищают. Но на нас столько всего налипло, понимаете, негативного, что некоторые люди уже просто не могут вынести такие высоковибрационные частоты. И их начинает раздражать эта мелодия. Они просят меня сделать потише, они просят исключить совсем эту музыку. Но я этого сделать не могу и не хочу. Это уже буду не я. Это мой канал, и я включаю это только для тех, кто готов меняться, готов повышать свои вибрации, готов чувствовать так же красоту, как я, готов познавать эту энергию, которая пронизывает нас и окружает нас. Я называю это саморазвитием. Я ведь не читаю вам лекции о том, как проводить какие-то ритуалы или как правильно садиться в позу лотоса, какими практиками пользоваться, какие лучше на сегодняшний день принимать аскезы. Я просто потихонечку включаю музыку только лишь для того, чтобы вам немножечко помочь. Возможно, кто-то из вас скажет, да я сам себе могу помочь, но я этого не вижу. Я не говорю обо всех, я говорю о многих, кто окружает меня в повседневной жизни. Я не вижу, чтобы они могли расслабиться, могли не жаловаться на жизнь, могли не бояться завтрашнего дня. Этого нет. Например, 4 Гц. Это уже стимулирует рост волос. Я вам такое не включаю. Я включаю 5-10 Гц. Это глубокая релаксация и избавление от стресса. 4 Гц и 7 Гц. Эта медитация позволяет улучшить качество сна. Да, может быть, кто-то засыпает под мой голос, но извините, такой у меня голос. 7-9 Гц улучшает понимание при активном слушании. 8 Гц глубокий отдых во время рабочего дня. Вы также можете пользоваться этим в течение дня. Я могу вам перечислять очень-очень много измерений частот в положительных вибрациях. Но бывает такое, что человек хочет послушать то, о чём я говорю, а не может из-за музыки. Я не говорю, что этот человек плохой, потому что он не хочет, негодяй такой, слушать мою музыку. Я говорю о том, что прислушайтесь. Может быть, у вас есть что-то? Ведь на физическом плане появляется болезнь только после того, когда мы не обратили внимания на то, что наш организм хочет нам сказать. Мы не воспринимаем благую музыку, значит, она нам не подходит. Не подходит почему? Потому что мы замусорены. Потому что в нас, возможно, зарождается болезнь, страх. А ведь это всё действует деструктивно и разрушительно на наш организм. На наше сознание, на наши действия, на наше общение с близкими. Мы раздражаемся. А теперь просто обратите внимание, что герцы, то есть вибрации в герцах, ниже 4 герц. Что это значит? До 2 герц — горе. Страх — 2 герца. Обида — 3 герца. Раздражение — 3,8 герц. 3,8 я имею в виду. Возмущение — 1,9 герц. Самость. Вспыльчивость. Вспышка. Ярость. Гордыня. Пренебрежение. Превосходство. А вот люди, которые вместе, у них резонируют вибрации, они усиливают вибрации друг друга. Появляется синергетический эффект. То есть каждый объект получает дополнительную энергию взаимодействия. Идет взаимообмен энергиями. Здесь нет вампиризма. И если объекты имеют несоизмеримые частоты, ну, то есть как бы различные друг с другом, то с большей энергией может подавлять вибрации другого. Вот о чем я и говорила. В радиотехнике это называется явление захвата. Если кто-то, может быть, и знает. А в человеческом организме именно так развивается болезнь при взаимодействии патогенных факторов. То есть не тех частот, которым нужно соответствовать жизни. Наша Земля тоже вибрирует. И у нее тоже есть свои частоты. И есть деструктивная музыка. Действительно, вам я ее ставить не буду. Не переживайте. Наша жизнь и здоровье зависит от того, как мы умеем впитывать полезные для нас вибрации, резонировать на созвучных нам частотах Вселенной и отторгать от себя вредные вибрации, которые подавляют вашу жизненную силу. Если вам не нравится слушать мою музыку, отписывайтесь, уходите, не слушайте. Поверьте, я говорю это не со злом. Просто вам не подходит она. Не надо, зачем себя раздражать. Просто не слушайте и все. Никто не заставляет. Я говорю это с чистым сердцем. Я и сама бы не слушала, если бы мне не нравилось. Так вот, исследование частот частей человеческого тела с помощью современных приборов спектрального анализа дает следующие данные. Вот средняя частота человеческого организма в дневное время 62-68 МГц. А частота частей человеческого тела здорового в диапазоне 62-78 МГц. Если частота падает, значит иммунная система понесла урон. А нам сейчас нельзя, чтобы иммунитет падал. И вы это знаете. Благодаря новомодной болезни. Не будем говорить о ней вслух. Для того, чтобы нас Ютуб не заблокировал. А вот грипп и простуда начинаются у человека, если частота падает до 57-60 МГц. Если частота падает ниже 58, наступает любая болезнь в зависимости от ее патогенного источника. И так далее. Можно и по болезням, и по органам, и по состояниям моральным все по герцам разложить. Поэтому я для вас включаю музыку, мантры, мелодии, звуки. Только те, которые вам ни в коем случае не навредят. А может быть некоторым и помогут. Я включала вам звуки тибетской поющей чаши. Ее частота звучит по-разному. И начинается она примерно от 400 Гц. Является она альтернативной настройкой, которая находится в соответствии с гармониками мироздания. И обладает благотворной, целительной энергией. Потому что это чистый тон математической основы природы. Может быть кто-то задумывался еще и о влиянии цифр. Так вот и цифры бы, если бы вы знали значение цифровых кодов. Я не говорю о нумерологии. Я говорю о цифровых кодах. Может быть когда-нибудь я вам расскажу об этих цифрах. Так вот если еще и эти цифры расшифровать, то это было бы ровно тому, о чем я говорю. То есть значение этих цифр тоже совпадало бы с влиянием вот этих вот герц на наш организм. Поэтому, дорогие друзья, не судите строго. Если кому не нравится, вы просто не слушайте. Поправите свое здоровье, свое моральное самочувствие. Добавится у вас радости в жизни. Вот тогда вы и сможете выносить эту музыку. До новых встреч! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok